Это догадка. Французский министр иностранного дела, председатель ЕСК, господин Кушнер, выразил недавно озабоченность, что следующим конфликтом может быть Украина, а именно Крым и Севастополь, как база российского военно-морского флота. Является ли Крым и Севастополь такой целью для России? Вы сказали, следующей целью. У нас не было и здесь никакой цели. Поэтому, считаю, говорить о какой-то следующей цели некорректно. Это первое. Вы это исключаете. Если вы мне позволите ответить, то вы будете удовлетворены. То будете удовлетворены. Значит, Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом. Там внутри общества, в Крыму, происходит сложный процесс. Проблема крымских татар, украинского населения, русского населения, вообще славянского населения. Но это внутриполитическая проблема самой Украины. У нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года. И мы будем руководствоваться этими соглашениями. Другой министр иностранных дел, на этот раз в Великобритании, господин Милибанд, в последнее время высказал некоторые опасения о том, что начинается новая холодная война, начинается новая гонка вооружений. Как бы вы оценили эту ситуацию? Стоим ли мы сейчас на пороге нового ледникового периода, или это холодная война, начинается новая гонка вооружений, как с вашей точки зрения? Россия не стремится ни к каким обострениям, ни к какому напряжению с кем бы то ни было. Мы хотим добрых, добрососедских, партнерских отношений со всеми. Если вы позволите, я скажу, что я думаю по этому поводу. Был Советский Союз и Варшавский договор. И были советские войска в Германии, по сути, надо честно сказать, это были оккупационные войска, которые остались в Германии после Второй мировой войны, но под видом союзнических войск. Эти оккупационные силы ушли. Советский Союз распался, Варшавского договора нет. Угрозы со стороны Советского Союза нет. А НАТО, американские войска в Европе, остались. Зачем? Значит, для того, чтобы навести порядок в собственном стане, с собственными союзниками, для того, чтобы удержать их в рамках блоковой дисциплины, нужна внешняя угроза. И Иран не очень подходит на эту роль. И очень хочется возродить образ врага в виде России. Но в Европе уже никому не страшно. В понедельник состоится заседание Совета ЕС в Брюсселе. Там будут говорить о России, о санкциях в отношении России. По крайней мере, обсуждаться эти вопросы будут. Как вы все это воспринимаете? Вам все равно считаете, что Европейский Союз говорит очень многими языками? Нет. Если бы я сказал, что нам нам плевать, не безразлично, я бы соврал. Конечно, нам не безразлично. Конечно, мы внимательно будем смотреть за тем, что там происходит. Мы просто надеемся, что здравый смысл в заблодании. И мы надеемся, что будет дана все-таки не политизированная, а объективная оценка событий, которые произошли в Южной Осетии и в Абхазии. И мы надеемся, что действия российских миротворцев будут поддержаны. А действия грузинской стороны, которая провела эту преступную акцию, найдет осуждение. В этой связи я хотел бы вас спросить, как вы собираетесь решать следующую дилемму? С одной стороны, Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Европейским Союзом. Она не может поступать иначе ввиду экономических задач, которые стоят перед собой. С другой стороны, Россия хочет играть по своим собственным российским правилам. То есть, с одной стороны, приверженность общим европейским ценностям, и с другой стороны, решимость играть по своим российским правилам. Но обе стороны невозможно сразу удовлетворить. Вы знаете, мы не собираемся играть по каким-то особым своим правилам. Мы хотим, чтобы все работали по одним и тем же правилам, которые и называются международное право. Мы не хотим, чтобы этими понятиями кто-то манипулировал. В одном регионе мира будем играть так по правилам, в другом по другим правилам. Только чтобы это соответствовало нашим интересам. Мы хотим, чтобы были единые правила, которые учитывали бы интересы всех участников международного общения. Таким образом, вы хотите сказать, что Европейский Союз играет по различным правилам в различных регионах мира, которые не соответствуют международному праву? А как же? Косово как признали? Забыли про территориальную целостность государств. Забыли про резолюцию 1244, которую сами принимали и поддерживали. Там можно было сделать, а в Абхазии и в Южной Осетии нельзя. Почему? То есть Россия единственная, кто может определять правила международного права. Все остальные манипулируются, делают по-своему. Я так понял вас? Вы меня поняли неправильно. Вы согласились с независимостью Косово? Да или нет? Я лично ничего. Я журналист. Нет, западные страны. В основном все. В основном все признали. Но если признали там, признайте тогда независимость Абхазии и Южной Осетии. Никакой разницы в этих позициях нет. Это придуманная разница. Там был этнический конфликт. И здесь этнический конфликт. Значит, там были преступления практически с двух сторон. И здесь, наверное, их можно найти. Если покопаться, наверное, можно найти. Наверное. Значит, там было принято решение, что эти народы не могут жить вместе в одном государстве. И здесь они не хотят жить вместе в одном государстве. Да никакой разницы нет. И все это прекрасно понимают. Всё это болтовня, чтобы прикрыть неправовые решения. Это право силы называется, кулачное право. И вот с этим Россия не может согласиться. Господин Рот, вы живёте в России уже долго. Вы прекрасно говорите на русском языке, почти без акцента. То, что вы меня поняли, неудивительно. Мне очень приятно, но мне очень хотелось, чтобы меня поняли и мои европейские коллеги, которые будут собираться первого числа и думать над этой контактой. Резолюция 1244 была принята? Была. Там записано и отмечено, подчеркнуто, территориальная целостность Сербии. Выбросили на помойку эту резолюцию. Никто забыли про неё. Пытались извернуть её, невозможно было извернуть никак. Забыли напрочь. Почему? Почему? В Белом доме приказали и все исполнили. Если европейские страны так и дальше будут вести свою политику, то разговаривать о европейских делах нам придётся с Вашингтоном.